МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Свердловскую область надвигается кентавр. Именно так в народе прозвали новый вариант коронавирусной инфекции. По словам экспертов, он уже активно распространяется по всему миру. В Москве зарегистрировано 5 случаев. Чтобы избежать новой волны заболеваемости, медики советуют задуматься о ревакцинации. Подробнее Ксения Коросткина. Рабочий день водителя Михаила Парфенова начинается в больнице. Но мужчина здоров и планирует таким остаться. Он пришел, чтобы ревакцинироваться от ковида. Действия уже привычные. Заполнить анкету, измерить давление, и можно идти за дозой вакцины. Каждый день Михаил контактирует с десятками людей. Да и время сделать прививку, считают мужчины, сейчас наиболее подходящее. Это уже не первая прививка у меня. Четвертый раз я уже здесь. Важно это не только для меня. Это важно также для всех окружающих людей, с которыми я сталкиваюсь и по работе, и в семье. Даже в том же магазине. То есть я хочу обезопасить не только себя, но и окружающих. И таких, как Михаил, говорят врачи, в день. В больницу приходит до полусотни человек. Большая часть из них спешат ревакцинироваться. Но есть и те, кто впервые делают прививку от коронавируса. Больше всего о своем здоровье думают те, кому за 30. Часто, довольно-таки. Каждый день приходят и по 40, и по 50 человек. То есть это у нас с утра с 8 до 3 часов делают прививки от ковида в основном. Но также есть от клеща приходят, от гриппа. Вот скоро уже начнут прививаться от гриппа полноценно. С началом осени начинается и сезон гриппа. А медики советуют сейчас сделать прививку от коронавируса. Совмещать вакцину от ковида и гриппа нельзя. С сентября к нам поступит с федеральной поставки вакцины против гриппа. Поэтому, привившись сейчас против новой коронавирусной инфекции, к сентябрю уже будет вот тот месячный интервал, который необходимо выдержать. Эпидемиологи не устают повторять. Вирус по-прежнему с нами. Месяц назад в Индии ученые выявили новый штамм. В народе его называют кентавр. И он, по словам экспертов, активно распространяется по всему миру. Симптомы нового варианта коронавируса схожи с его предшественниками. Подъем температуры, слабость, головная и мышечная боль. А также проблемы с желудком. Его основная опасность связана с более высоким уровнем заразности. То есть каждый человек может заразить большое количество людей вокруг себя. Кентавр несколько быстрее распространяется. При этом есть отдельные научные данные, говорящие о том, что он не настолько хорошо уклоняется от иммунного ответа. Это хорошо. Это означает, что будут действовать вакцины и будут действовать лабораторные тесты для верификации этого вируса. Эксперты считают, чтобы не допустить распространения новой волны заболевания, необходимо тщательно соблюдать меры профилактики и своевременно проходить ревакцинацию. Ксения Коросткина, Сергей Чайков, Константин Стенин. Новости 4 канала. Скоро пробок станет меньше. По словам экспертов, темпы ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» позволят разгрузить городские улицы. Чуть более месяца остается до момента, когда замкнется ЕКАД. Из важного скажу, что мы готовим к вводу движение по замыкающему участку ЕКАД. Это участок Екатеринбургской кольцевой дороги от Полевского до Челябинского тракта. И это должно произойти уже в первой декаде сентября. В этом году на реализацию нацпроекта региону выделили более 8 миллиардов рублей. Из них почти 5 из федерального бюджета. Это позволит завершить строительство ЕКАД на 2 года раньше срока. В уральской столице из 35 запланированных участков дорог 9 уже отремонтированы. На остальных идет укладка асфальтобетонной смеси. На 85% выполнены работы по замене бордюров. Также будет установлено 27 новых светофоров. Из значимых объектов у нас завершение долгодичного контракта по луганской развязке. Если погода нам позволит, я надеюсь, что в начале следующей недели мы прямое уже движение по этому объекту запустим. И будем уже съездами заниматься. Спортивную магнезию, компоненты электротехнической стали и даже товары для животных. Все это теперь будут производить в Азбесте. Уральские ученые нашли способ получать из переработанных техногенных отходов полезное сырье. Мои коллеги продолжат. На этом небольшом химическом аттракционе лаборанты в режиме нон-стоп исследуют соединение сложных и простых веществ. Их главная цель – найти химическую реакцию, которая станет основой для натурального и экологически чистого продукта. Эта горно-химическая компания была создана 7 лет назад, но только в этом году задуманное свершилось. Химики из Азбеста самостоятельно разработали уникальную продукцию. Теперь из переработанных техногенных отходов они безопасным способом получают востребованные продукты – спортивную магнезию, компоненты электротехнической стали и другое. Мы понимаем все эти внешние вопросы, все эти вызовы, которые сегодня есть. И считаем, что данный проект, по сути, это важнейшее направление развития. Такое химическое производство, уверяют специалисты, позволит улучшить состояние окружающей среды и заменит импортную продукцию. Ранее губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым этому проекту был присвоен статус приоритетного. Важно оказать поддержку, в том числе в рамках механизма соглашения о защите и поощрении капиталовложений, который в ближайшее время будет внедрен правительством Российской Федерации, что предприятие могло развиваться. В рамках импортовых теснений сегодня мы видим, тут, значит, и продукция для металлургов, тут и продукция для животных, тут и продукция для спортсменов. В общем, весь широкий спектр мы видим, что предприятие может закрыть. И мы, конечно, как правительство Свердловской области, заинтересованы в том, чтобы предприятие развивалось, чтобы оно расширялось. К 2025 году новый завод по изготовлению продукции для химических производств из побочных продуктов построит в Азбесте. Планируется, что на нем будут трудиться больше 200 сотрудников. Кристина Прилудская, новости 4 канала. Строительство дворца водных видов спорта и новой школы в Белимбае идет по плану. Об этом во время рабочего визита в Первоуральский городской округ заявил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. Подрядчик заверяет, что в апреле, несмотря на все замены материалов, оборудования, эти ограничения, которые сегодня введены, справятся. Пообещали и договорились, что к концу сентября тепловой контур, то есть это двери, окна, витражи, все будет сделано. И чтобы уже в отапливаемом здании проводить, завершать мокрые процессы. Оценить новый спорткомплекс Первоуральцы смогут уже в следующем году. Здесь будет два бассейна, в которых одновременно смогут заниматься более 200 человек. А школа в Белимбае практически готова к началу учебного года. Сейчас в ней устанавливают мебель и оборудование. Открытие учреждения позволит разгрузить поселковую школу номер 22 и перевести детей на обучение в одну смену. Здание в Белимбае начали возводить в 2020 году в рамках нацпроекта образования за счет бюджета Первоуральского городского округа. Затем школу включили в государственную программу Свердловской области. И дальнейшее строительство проходило под личным контролем губернатора Евгения Куйвышева. В этом такси не просят сделать музыку потише. Во время поездок Татьяна Данилова радует своих пассажиров песнями. В репертуаре голосистой таксистки классика советской эстрады в путь с музыкой отправилась и наш корреспондент Арина Зеленская. Без песни Татьяна и минуты прожить не может. Напевает мотивы в любом месте. Ту же пластинку крутит и за рулем. Песня, уверена Татьяна, способна спасти от депрессии. Поэтому своим вокалом женщина радует и пассажиров такси. Поющим водителем она работает уже пять лет. Ну это, конечно, не всегда происходит, а зависит от пассажира. Вот один раз молодой человек сел, и что-то тоже разговорчивый такой. Вот, говорит, день рождения, и что-то там куда-то... Ну, в общем, не исправляет он сегодня день рождения. Ну, в общем, говорю про день рождения. Я говорю, хотите, я вам подарок сделаю? Говорит, хочу. Вот, и я ему спела песню. Отказаться от такого музыкального сопровождения клиенты просто не решаются. Каждый, кто попал в ее красную ласточку, тут же становится зрителем, а иногда и участником шоу. Вы петь любите? Я вообще пою. Да вы что? А давайте споем что-нибудь. Несколько минут и пассажирка поет. Даже громче, чем Татьяна. Любовь как расстояние, любовь как ожидание. Такая поездка у меня впервые, так как, скажем, неожиданно, но очень приятно, потому что я действительно тоже увлекаюсь вокалом. Я пою. Даже в машине. И даже пою в машине, да. Завершив заявку, а заодно и распевшись, Татьяна отправляется на занятия по вокалу. В этом году женщине исполнилось 60, и она решила принять участие в популярном музыкальном конкурсе. Таня уникальный вокалист, если честно. И вообще, когда человеческий организм перешагивает рубеж 50 лет, связки меняются. Меняется звук. У Тани совершенно фантастический звук. У нее редкий голос контра-альто. Это очень низкий голос для женщины. Прослушивание в музыкальное шоу, которое проходило в Москве, женщина прошла успешно. Но пока природным данным Татьяны мешают ее собственные страхи. Выйти на сцену совсем не то же, что петь за рулем, считает вокалистка. Для меня это все страх, для меня все это новое. Мне охота победить себя. Вот в первую очередь себя. Для меня это будет победа вообще. Уже в августе Татьяна снова отправится в Москву. И очень надеется, что страх сцены к этому времени пройдет. Арина Зеленская, Никита Соловьев, Новости 4 канала. В Свердловской области продолжается подготовка к выборам. Так, в Общественной палате региона сегодня подписали 6 соглашений о контроле за голосованием на избирательных участках 11 сентября. В Свердловской области 200,5 тысячи участков. Нужно как минимум 5 тысяч наблюдателей подготовить для того, чтобы в день голосования, в один день голосования 11 сентября, закрыть все участки наблюдателями, чтобы осуществить общественный контроль. Соглашения были подписаны с Молодежным парламентом Свердловской области, Уральским добровольческим корпусом, Фондом поддержки казачества, Молодой гвардией Единой России, Общественной палатой Азбестовского городского округа и волонтерами. Будущие наблюдатели пройдут полноценную подготовку к выборам. Им расскажут, на что обращать внимание на участки и какие действия предпринимать в случае выявления нарушений. На сегодняшний день в Свердловской области подписано уже 35 соглашений о сотрудничестве в единый день голосования. Деревянный автопарк собрал мастер из «Ирбита». Там ремесленники активно готовятся к традиционной межрегиональной ярмарке. Место, где встречается история и современность, уже готовят к приему гостей. Чем будут удивлять туристов, знают мои коллеги. Это мастерская – транспортный мини-завод. И находится она в «Ирбите» – мотоциклетной столице России. Здесь Андрей Ягумнов больше 30 лет изготавливает зисы и уралы, лесовозы и фуры. Правда, не из металла, а из дерева – сосны и березы. Выпиливает, красит и шлифует транспорт для самых юных водителей. Такого на полках магазинов и не увидишь. Двигатель крепится к кузову, после того, как высохла, крепится к раме автомобиля. Его машинками играют и далеко за пределами России. Заказы делают через интернет. Уральские деревянные зисы уже есть в Канаде, Японии и других странах. Причем увлекаются таким транспортом не только юные водители, но и взрослые коллекционеры. Мастер шутит, создавая машины, воплощает детские мечты. Не доиграл в детстве, но тогда не было возможности делать и не было знаний таких, какие есть теперь. Я, в принципе, могу воплотить те мечты, те видения, то, что я бы хотел иметь. Сейчас ремесленник готовится к ирбитской ярмарке, чтобы представить деревянные шедевры гостям. Работу ведут и организаторы мероприятия. Уже закупили палатки и домики. Все три дня ярмарки наполнены культурной программой. Коллективы из Екатеринбурга и Цюмени будут выступать на сцене. А на площадке фестиваля «Город мастеров» представители национальных подворий познакомят со своим бытом. Будут представлены такие республики, как Крым, Чеченская республика, Башкортостан, с которым мы уже достигнули договоренности. А республику Беларусь из города Минска приедет к нам наш гость. Это главный, можно так сказать, хедлайнер нашего мероприятия, певец Дмитрий Колдум. Из-за пандемии в 2020 году ирбитская ярмарка проходила онлайн, а в 2021 торговлю не разрешили. Спустя два года, наконец-то, улицы города превратятся в торговое море. Этого ждут и горожане, и гости ирбита. Я даже не в городе живу, я рядом живу, в деревне, но на ярмарку всегда приезжаю. Нравятся очень мне коллективы, выступают. Это интересно, это традиция ирбита. Постоянная ярмарка раньше была в Ирбите. Народу много, общаются все. Вот это мне больше всего нравится, ярмарки. Ирбитская ярмарка проводится с 17 века. Именно здесь, на маршруте чайного пути, торговцы останавливались, чтобы обменяться товарами и отдохнуть с дороги. Традиции живы и сегодня. Гости смогут приобрести продукты и сувениры, а еще отправиться в путешествие. И мы считаем, что город Ирбит обладает достаточно большим туристическим потенциалом. Мы с туризмом связываем большие надежды, что достаточно большое количество рабочих мест появится в различных индустриях туризма. Для любителей гастротуризма организаторы создадут сырную улицу. Представят и мясные, и рыбные деликатесы. В реконструированном сиренемом сфере будет располагаться большая, большая, красивая зона питания, где будут и шашлыки, плов, кофе, различные закуски. Традиционная Ирбитская ярмарка пройдет с 12 по 14 августа. Участие в ней примут около 300 торговцев. Екатерина Цыганкова, Юлия Дегтяникова и Кирилл Ростовский. Новости 4 канала. Коммунальное ноу-хау. Помощник на пульте управления появился в Екатеринбурге. Новая техника, которая больше похожа на игрушечную машинку, теперь есть у рабочих водоканала. Техника утрамбовывает грунт в траншеях. При этом сам сотрудник может стоять в метре от аппарата. Это вибрационный каток, который используют для утрамбовки грунта при дорожных работах. Вес этого малыша – полторы тонны. Раньше рабочим приходилось заказывать дорогостоящую и массивную технику для уплотнения покрытий. И риск обвала грунта в работе был выше. Теперь рабочий может запустить новую машину в котлован удаленно, находясь на безопасном расстоянии. Умное оборудование оснащено специальной системой безопасности, поэтому риск травмироваться у рабочего минимальный. Оператор работает с пультом, у него стоит датчик, соответственно, защита вокруг непосредственно машины – один метр. То есть, если расстояние уменьшается, то машина просто блокируется и никуда не едет. Соответственно, еще дополнительная степень защиты человека. Ну а прямо сейчас узнаем, какая погода ждет нас завтра. В среду 27 июля в столице Урала днем ожидается переменная облачность и 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду, без осадков. Ночью до плюс 12 градусов. В четверг днем синоптики обещают до 20 градусов тепла, переменную облачность и без осадков. Ночью плюс 15. В пятницу столбики термометров покажут плюс 22 градуса и ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью 14 градусов тепла. В субботу 30 июля в Екатеринбурге воздух прогреется до 24 градусов тепла. Будет переменная облачность и без осадков. Ночью 14 градусов со знаком «плюс». Смотрите нас с понедельника по пятницу. Я напоминаю, если вы стали свидетелем чего-то важного и интересного, присылайте видео в WhatsApp на номер плюс 7 950 655 тысяч. Смотрите новости на channel4.ru. Подписывайтесь на нас в Телеграме, Вконтакте, в Одноклассниках и Яндекс.Дзен. Это все новости к этому часу. До встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Нет сомнений в надежности нового Тига. Не смотри на Европу. Купи черри с гигантской выгодой. С 30 июля в Екатеринбургском цирке. Аттракцион «Империя львиц». Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok